Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, наступающий 2021 год, хотя до него еще целых два месяца, но он приближается, ознаменован великим, значительным событием в нашей жизни, в нашей русской и российской жизни, событием памятным, большой исторической датой. В мае 2021 года исполняется 800 лет со дня рождения великого князя Александра Невского, святого русской православной церкви, полководца, устроителя русской земли, защитника людей, о чем говорит и его имя. Мы наше сегодняшнее слово обращаем ко всем, но специально и особенно детям, школьникам, потому что они и государством, и церковью нашу приглашаются к участию в праздновании памяти этого великого святого. Как они могут в этом участвовать? Рисунками, сочинениями, рассказами, стихами, походами, историческими исследованиями, в общем, всеми средствами, как ладошами аплодировать этому человеку, который прожил короткую жизнь. Он родился в мае 1221 года, а скончался в ноябре 1263 года. Если посчитать, получается совсем небольшая жизнь – 42 года. По нашим меркам это начало. Человек только приближается к зрелости, к пониманию того, ради чего стоит жить. Это понимание князю Александру, благодаря его верующим, благочестивым, преданным родине и родителям, пришло очень рано. В самом юном возрасте, уже в 6 лет он был посвящен в князе. В соборе на службе, возглавляемой архиереем, состоялся обряд его посвящения в защитника народа. И с тех пор он жил с этой мыслью, она стала его душой. Он посвящал все свои силы той великой миссии, ради которой родился и воспитывался. А воспитывался он на Священном Писании. Те редкие слова, реакции на происходящее событие, которые история до нас донесла, они являются как будто, а на самом деле так и действительно было, применением священной книги Библии, книги пророка Давида, к текущим событиям. И он мыслил образами, темами, понятиями, которые содержатся в Священном Писании. Великий князь Александр Невский прожил такую жизнь, которой бы хватило на человек 10 или 50. Все, что он начинал и предпринимал в жизни, все оборачивалось успехом, победой. Он не потерпел поражения ни в одном сражении, которое он предпринял. А их, по подсчетам историков, было не менее 20. И самую первую победу он одержал, когда ему было 19 лет. Трудно себе представить. Как этот юноша, молодой совсем человек, получив известие о том, что шведы вторглись в северные пределы Новгородской земли, высадились на берега Невы, прислали ему дерзкое послание, Биргер, родственник шведского короля, Ярл, это такой титул почетный в шведском царстве, прислал ему, я уже здесь пленяю твою землю, если можешь, с издевкой, сопротивляйся. И тогда Александр Невский, не ожидая никакого подкрепления от своего отца, из Владимира Суздальского княжества, он собирает небольшую дружину, отважных и смелых людей, которые, вдохновленные им, говорили, что за тебя князь готовы головы сложить. Такое воинское настроение, жертвенное. Воин, он, идя на бой, в битву, за правое дело, уже, есть такое слово славянское, заколается, приносит себя в жертву. Он уже готов предстать пред Богом и отчитаться за прожитую жизнь. Все время ходит как бы на грани. За тебя князь готовы головы сложить. И с небольшой дружиной, используя всегда успешный воинский маневр, неожиданность. Он нападает на шведов и побеждает их в совершенно неравном бою, потому что силы шведов многократно превосходили численность нашей небольшой новгородской дружины. И вот Александр Невский тогда за эту победу стяжал на веке веков, и мы так его и знаем, Невский, то есть тот, кто победил в самой своей крупной, первой, настоящей битве на реке Неве. Накануне этой битвы некий опытный воин по имени Пелгусий на рассвете, когда должно было через несколько часов развернуться неожиданное нападение русской дружины на шведов, видел таинственное, знаменательное, вдохновляющее видение. Он увидел ладью, которая приближалась к берегу. Ему как сторожу, как опытному воину, который знал местность очень хорошо, он был местный, показалось, что, возможно, это уже противник приближается к берегу, готовый высадиться. И он удвоил свою бдительность, всмотрелся и понял, что лица и даже фигуры грибцов, окутанные мглою, находятся как будто в тумане, но зато две фигуры, стоящие на ладье, показались ему странно знакомыми. Мы понимаем, что он их никогда видеть не мог, но что-то близкое, родное отозвалось в его сердце, и он узнал в них русских, первых русских святых, двух братьев, князей, страстотерпцев, мучеников, благоверных страдальцев за русскую землю Бориса и Глеба. И Борис старший, он иконографически изображается с бородой, а Глеб юный, еще безбородый, они одеты в алые плащи, под плащами угадываются мечи, и Борис, обращаясь к Глебу, говорит, брат Глеб, вели грести, прикажи грести побыстрее, да поможем сроднику нашему Александру. Видение исчезло. Пелгусий поспешил в стан, рассказал Александру о своем видении, и все поняли, что это знамение поддержки, всей русской земли, и ее усопших, то есть той традиции, того прошлого, на котором мы прочно стоим, если помним, если продолжаем начатое, если чтим память предков, если уважаем их идеалы, если продолжаем их веру, если не продолжаем, все, фундамент уходит, мы в воздухе повисли, нам очень трудно, мы тогда можем и не победить. Александр Невский воспринял это как знамение грядущей, предстоящей, возможной победы, и тогда, вдохновленный этим рассказом, он приказал своей дружине ударить на шведов, весь день шло сражение, и русские потеряли совсем немного. Шведы были наголову разбиты, и сам Александр Невский копьем нанес отметину, разорвал щеку предводителю шведских воинов. А то, что невидимые небесные силы, таинственная духовная поддержка сопровождала эту битву, это выразилось еще и в том, что на другом берегу реки тоже полегло очень много шведов, хотя ни один русский туда не переправлялся. Что произошло? Остается предполагать, но факт исторический. А через два года Александр Невский одержал другую крупную победу против немецких рыцарей на Чудском озере. Они считали себя непобедимыми, они были совершенно неуязвимо закованы в доспехи и латы. Даже кони их были покрыты железом. Они продвигались на русских в построении, которое называлось свиньей. Да, это был какой-то такой прямоугольник. В центре были пехотинцы хорошо вооруженные, а впереди по бокам и сзади тяжело вооруженные, можно сказать, такая тяжелая конница рыцарей, одетых в железо с копьями и мечами. На голове у каждого, сейчас их иногда карикатурно рисуют, что-то типа ведра с прорезями, но на самом деле это такой шлем с небольшими отверстиями для глаз, такая железная непроницаемая маска. Александр Невский со своими войсками сначала, в начале битвы стал терять инициативу, можно было даже предполагать, что он терпит поражение, но удачный маневр и та самая решимость, смекалка, полководческий гений, успех, которые всегда ему сопутствовали, помогли ему обойти с боков, взять в клещи эту свинью и под тяжестью собственных доспехов немцы стали ломать лед Чудского озера и тонуть. Это теперь вошло в кинематограф, во многих кинолентах, это изображено очень картинно, но даже читая об этом в рассказах, в летописях, в детских, не в детских, не в детских книжках и в школьных учебниках мы уже представляем, что это было за зрелище. Говорят, стоял треск не только от ломающихся льдин, но и от ударов мечей по закованным в латы рыцарям, их головам, плечам и спинам. Это была замечательная победа, но их было очень много, и Александр Невский всю жизнь защищал страну с запада. А потом история повернулась таким образом, что ему нужно было защищать страну с востока от татаро-монголов. Совершенно иного, свирепого и непобедимого русская земля не могла сравниться мощью с ордой. Ему нужно было защищать от орды свою землю, свой народ, хранить его и передать потомкам, но совсем иным образом. Уже не мечом, а словом, не копьем, а мыслью, не мужеством, а мужеством иным, решимостью принести себя в жертву, смирить свою гордость. Он четыре раза ездил в далекую золотую орду, и один раз ему пришлось ехать даже к великому хану в Монголию, это было тяжелейшее путешествие двухлетнее. Можно сказать, что во всех этих битвах, во всех этих путешествиях, каждый раз, когда он приезжал в орду, он смирял гнев хана. Он стал другом Сартака, сына Батыя, он сумел своим политическим умением, мудростью своей и дипломатическим тоже гением устроить так, что русская земля, как огромный корабль, лавируя между европейским мечом и татарским луком, прошла как вокруг рифов через эти это страшное 13-е столетие сохранилось для потомства и благодаря и ему тоже мы сейчас живем и продолжаем начатое и им тоже дело. И вот вспоминается и особо хочется подчеркнуть те слова, которые он обратил к своей дружине, когда она отправлялась на Невскую битву. Он сказал слова, которые мы сейчас помним, повторяем, которые по смыслу отзываются, уходят корнями смысловыми в священное писание. Он сказал, обращаясь к своему небольшому войску, в котором возможно были люди боязливые, которые трепетали предстоящих трудностей, кровопролития. он сказал, не в силе Бог, а в правде. И тем самым он как камертон, как тонники, задал всей русской истории. Да, мы иногда бывает отстаем в технических наших достижениях. Бывал такое в истории, что у нас было малочисленное войско и намного хуже вооруженное, чем наступающий противник, интервент, оккупант. Но мы всегда побеждали духом. Мы всегда побеждали той внутренней уверенностью, что наше дело перед Богом честно. Что мы защищаем родные очаги, семьи, жен, матерей, детей, отцов. Что мы готовы положить свои головы за друзей своих. По слову евангельскому. И вот это та заповедь, которую передал грядущим поколениям святой благоверный Александр Невский. Мы много о нем можем говорить, изучать его жизнь, но что удивительно, иногда бывает так, что человек подумает, подумает, и мне он как-то особенно близок, потому что даже несмотря на всю эту торжественность, связанную с его именем, вот как-то он каким-то теплом веет от его жизни. Смотришь на его прекрасный лик, а современники всегда восторгались, он был высок ростом, голубоглаз, русоволос, и даже такая деталь. Если говорил, сейчас бы сказали, не надо никакого усилителя, голос как из большой бочки, гремел над толпой, над новгородским вече, над мятежными людьми, над народами, и смирял, и покорял, и убеждал, и звал на битву, на победу. Вот такой был человек. И я подумал про себя, а ведь он мне совершенно лично знаком. Ну, как знаком? Ну, почти, знаете, как вот бывают такие таинственные знакомства. Это тот человек, который вошел в мою жизнь в раннем детстве. Я помню Москва, Уланский переулок, могу адрес назвать, дом 13, второй этаж маленького дома, терпичного во дворе, коммунальная квартира, 1900, может быть, где-то, не совру, 61-й или 62-й год. Я сижу на коленях, может быть, у бабушки своей или у мамы, и мы смотрим всей квартирой, маленькой, представить себе сейчас невозможно, когда у людей иногда в полстены телевизоры, маленький телевизор КВН, у него буквально вот такой экран, но, чтобы что-то можно было разобрать, перед ним еще наполненная водой линза, которая на специальных роликах-колесиках, на таких рельсиках выдвигается вперед-назад, и мы смотрим фильм Сергея Эйзенштейна 1938 года Александр Невский. Я смотрю глазами-блюдцами, я заворожен, я покорен, я в шоке, я в себя прийти не могу потом не дни и не месяцы, а годы. Эти образы запечатлеваются в моей детской памяти и входят на нее, в мою память, уже взрослого человека, в общем, запечатлеваются на всю жизнь. Я потом у сестры выпросил большую голубую ленту, она стала, расстелила ее на полу, она стала рекою Волхов, которая разделяет Новгород на Софийскую и торговую сторону. На Софийской храм Святой Софии, на торговой стороне торг, Ярославов двор, на Софийской Кремль или детинец, слово очень древнерусское, замечательное, историки гадают, откуда оно происходит. Наверное, при нападении врагов, говорят, собирали детей внутрь, за стены, чтобы сохранить грядущее, чтобы будущее сохранить. Не только не расставаться со своими детьми, как самое драгоценное собрать немощных, а историк, академик Янин говорит, что нет, это, возможно, дединец, наоборот, деды, старцы, мудрые в народе собирались за стены храму Святой Софии и мудрости Божьей к самому главному, великому, величественному Новгородскому собору и там совещались о судьбах страны. Новгород, он царил над всей Северо-Восточной, Северной и отчасти Северо-Западной Русью. Это был богатейший город-государство, город-правитель. Вот Александру Невскому очень трудно было с ним, потому что он постоянно возмущался, он трудно расставался со своими деньгами, он не хотел участвовать иногда в общей жизни, восставал против татар, саблю которых он не познал. И Александр, как мудрый политик, он и смирял иногда Новгород. Но ради того, не ради, конечно же, самоутверждения или того, чтобы показать, что он сила, он князь, он не раз Новгород защищал, он как художник-монументалист исторический видел целое, всю страну и обо всей заботился воистину, как великий князь. Я играл, из кубиков строил соборы, крепостные стены. У меня была такая, не сказать, няня, она воспитывала детей из нескольких семей, крымская гречанка, Фиона. И мы ее дети очень любили, и меня родители иногда отводили к ней домой. А я жил Александр Непским, я им бредил, баба Аля мы ее звали, я сижу у нее в маленькой-маленькой комнатке в другой коммунальной квартире, там неподалеку в Печатниковом переулке в Москве, говорю, баба Аля, а ты древняя? Она говорила, древняя, древняя, может быть, машинально говорила, не обращая внимания на мои слова. Я вдохновлялся еще больше, у меня загорались глаза и спрашивала, а ты Александра Невского видела? Она говорит, видела, видела. Как? Как-то она так думала, да так, видела. А что ты с ним делала? Ну что, ну что она могла сказать так, не подумавши, машинально? Да чай пила. И я представлял себе, почему-то такой деревянный помост, резные столбы, кров, сидит сам Александр Невский. Ну, меня можно извинить за мою фантазию бурную, мне лет пять. В шлеме, в кольчуге, причем шлем даже с этим наносником, рядом прислывено копье, какому-то парапету деревянному, меч снял, сложил рядом на лавку, напротив бабаля, и они пьют чай. Родное все такое, близкое, рукой подать, а действительно рукой подать. Ну что такое 800 лет перед вечностью, а тем более перед памятью такого человека, образ которого не меркнет в нашей истории. Спасибо вам большое. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok